Это Рамзай Балтоев подкрался. Я сначала думал, это волшебный пожар, но для волшебного какой-то слабый. Все забегали, забегали, и Синбад-мореход... А что жаба-то, кстати, она же по огню специалист как раз. Того-то... И погасла. И погасла. Вот уже Синбад-мореход Станиславу разъясняет. Отряд из двадцати человек, может, меньше. Там в снегу сложно посчитать. Я так думаю. Я поутру сегодня иду со своими палками, а тут собака пробежала, здесь заяц скакал, тут птичка пропрыгала, там книга фактически. Тут табун-конев. Да. Ходи, читай. А эти, значит, не могут. Это я лох городской, а тут, значит, не могут. Отряд из двадцати человек, может, меньше, проникли и ушли незамеченными. Они проникли, оказывается. И ушли незамеченными. А кто у вас там караульную службу несет? Что это за херня вообще, как обычно? Сожгли дотла съестные припасы. Уничтожили осадные орудия. Вот как сало можно сжечь? Главное, двадцать человек. Они с собой что? Напалма принесли? Огнеметы из фильма «Нечто». Ну, что? Как? Я бы еще поверил, как нацисты в советской деревне отнять у всех картошку, сложить в одну кучу, облить керосином и поджечь, чтобы ее жрать невозможно было, даже если не сгорит, керосином пропитать. Это я могу понять. Что там у вас сгорело? Что за херня? И уничтожили осадные орудия. Они у вас там где-то за палатками лежат, наверное. Это наиболее ценное оборудование, которое вы обосравшись тащили через весь континент. Причем сначала в одну сторону, а потом в другую. Да и хер с ним. Пусть они сторожить не надо, блин. И десятки палаток. Лошади, спрашивает Станислав, пока считаем, но погибли сотни. Охереть. И лошадей никто не сторожит. Я вообще не понимаю, как это чисто физически провернуто было. Потому, что... Только огнеметы. Только огнеметы. Потому, что это можно уничтожить ровно одним способом. Это можно капитально поджечь. Для чего нужно? Полночи складывать там всякие поленья, дрова. Пропитывать маслом, потому, что зимой так просто не загорится. Железно совершенно не загорится. Потом делать так. Или даже, может быть... То есть, как-то нужно добывать огонь из зажигалок у них нет. Зажигалок нет. Спичек у них тоже нет. Блин. Факел ты собой не притащишь. Потому, что тебя видно будет ночью очень хорошо. Чушь вообще. И главное... Это точно можно 20 человек сделать? Один человек... Хорошо. Пять человек поджигают осадные орудия. Еще пять человек поджигают сотни лошадей. Намазывают лошадей. Пятеро поджигают. Да. Остальные уничтожают все съестные... Сожрали. Сожрали просто. Как это у вас так выходит? Опять же, я охотно верю в то, что эти 20 человек... Учитывая, что это местные хорошо знают, как тут что располагается. Плюс эти южане никогда снега не видели. Они там живут. У них даже летом снег бывает периодически. Они подкрались, прокрали, сняли часовых, навели шороху вы свалили. Но это быть может. Да. А вот так то, что... Кстати, а если у вас уничтожили осадные орудия, а вы идете под самый мощный замок всего севера, может вы уже зря идете? Да. Ну, вот конкретно. А что вы там будете делать? В общем-то незачем ходить. Все уже сожгли. Станислав задает вопрос. Это 20 человек заехали в лагерь, и ни один часовой не поднял тревогу? С интересом спрашивает военачальник. Ну, так у вас караульная служба организована, да. На что мореход отвечает? Северяне знают свои земли гораздо лучше, чем мы. Хули там знать? Я не понимаю. Лагерь стоит в каком-то месте, блин. Идиоты, блин. Станислав дает команду. Ночных часовых в кандалы, в железа. Они либо спали, либо вступили в сговор с врагом. Ну, здраво. Станислав все время вызывает уважение. Выяснить правду и повесить. Четко отруководил. А вот непонятно. У вас там все вокруг в деревьях. Я видел. Вы там, суть по всему, надолго застряли в этом лагере, пока буран был. А вот эти деревья повалить вокруг себя с засикой. Тупо с засикой. Чтобы они в кружок легли. Чтобы пройти можно было ровно с одного, но хорошо с двух мест. Северяне, не северяне. Вы через засику просто не перелезете. Это невозможно. Это ж лес. Блин. Лес, он, конечно, предоставляет некоторые сложности для жизни. В частности, там ходить тяжело большими массами. Но вот что можно сделать. Это можно при помощи этого самого леса себя очень неслабо огородить. И все это знали. Да. И самое главное, что для этого не нужно каких-то особых инженерных умений. Вы просто берете и елку роняете головой туда, откуда придут люди. Пень повыше. И пень на уровне человеческого роста. И так их вот просто все вокруг себя вывалили. Вот так по кругу. И все. Что у вас там? Народу много. Топоры есть. В чем проблема? Сидят без дела. Тунеядцы. А так согреются, кстати. Да. А так служба завалена по всем этим самым. Синбад докладывает. Если не наступит оттепель, мы не доберемся до Винтерфелла. А чтобы вернуться в Черный замок, у нас не хватит еды. Вот это вы вышли. В дальнюю дорогу. Станислав говорит. В Черный замок не вернемся. Тут Синбад... Я не говорю все сведущие в военных вопросах. Но если мы не можем идти вперед и не хотим идти назад... Дохлых лошадей разделать на мясо, говорит Станислав. Станислав, замечу, уже оброс. Похудел. Выглядит уже безобразно. Это вот хорошо. Хорошо сделано. Видно, что-то его давит. Психика у Станислава не в порядке. Что-то с ним такое, что выглядит уже неважнецки просто. Хорошо сделано. Ну, в этой серии только один хороший момент, на мой взгляд. Все остальное, бля, все катится в жопу, блин.